Ровно 81 год назад более 15 тысяч жителей Латвии были выгнаны из дома и депортированы в вагонах для скота в Сибирь. Сегодня в Латвии траурный день. Проходят мероприятия, посвященные памяти жертв коммунистического геноцида. Сегодня в Музее оккупации Латвии высшие лица страны возложили цветы в память о жертвах коммунистического геноцида. По данным Государственного архива Латвии, 14 июня 1941 года из Латвии были вывезены не менее 15 тысяч жителей – латышей, евреев, русских, поляков. Только немногим из них через многие годы посчастливилось вернуться домой. 14 июня мы склоняем головы перед всеми латвийскими людьми, которые погибли по пути в Сибирь, которых в депортации убил голод, мороз, болезни или пули чекистов. Эти жертвы советского тоталитарного режима – потери для латвийского народа. Множество нереализованных жизней, множество неисполненных мечтаний. Возложить цветы к монументу в Музее оккупации пришли и те, чьи семьи или семьи их близких пережили репрессии. Моего отца искали, но не нашли и не депортировали. Это значит, что у меня была привилегия, которой не было у многих других людей моего поколения. Я выросла со своим отцом. Но многие родные, знакомые родителей, дети не выжили, чтобы вернуться в Латвию. Но мы здесь. И наша обязанность – помнить и учить наших детей и внуков, помнить и учиться на этой болезненной истории, чтобы это никогда не повторилось. Среди пришедших возложить цветы сегодня и те, кто сами пережили депортацию. Виктора Мэдениса вывезли в Сибирь, когда ему было 15 лет. В полтретьего утра заехала машина. Руководство коммунистической партии со списком и пистолетом. Сказали садиться в машину. Мне не дали поесть завтрак и даже взять с собой ложку. У меня в общем получилось, что я там пробыл 10 лет. Шесть лет в ссылке и потом в рабочей армии, где было еще хуже. Жительница Латвии с украинскими корнями Анна Неконечно говорит, что каждый год возлагает цветы 14 июня. В 1944 году она потеряла своего отца. О его судьбе она ничего не знает. Я родилась в Западной Украине в 1943 году, а в 1944 появились советские военные. Забрали отца, держали его в тюрьме. Когда мама хотела отнести ему чистую рубашку и что-то поесть, они ответили, он выбыл. И до этого я о его судьбе ничего не знаю. В советское время при поиске работы надо было писать не только о себе, но и о родителях. И я всегда не знала, что мне писать. После возложения цветов у музея оккупации собравшиеся направились к памятнику свободы.